Из двух бед мужики чаще всего выбирают ту, у которой сиськи больше. А вот когда беда приходит в бою, выбирать не приходится. Но как показывает практика, в бою бывают не только беды, но и довольно веселые моменты, на которые мы с вами и полюбуемся. Приветствую вас долгожданные, как холодное пиво в жару зрители. С вами Федорович, поэтому подбросьте маслица в пельмени и наслаждайтесь видео. Когда у мужика достойное хозяйство, то и мужик достойный, и стесняться ему нечего, а даже наоборот, пускай весь мир знает и любуется. Лучше быть без разума счастливым, чем с разумом несчастным. Но это кому как. Хотя этой принцессе первый вариант точно больше нравится. Девчонка нажралась, как свинья после родов 15 поросят, и сделала все, чтобы мир ее запомнил в этот миг славы, когда ей разрешили вынести номер раунда на турнире в кабаке. Чаще всего мы смотрим не туда. Да, но это лучше, чем сделать что-то не то и войти в историю как лузер на заднем плане. Все, что нужно человеку, так это убедиться в том, что большие деньги не сделают его счастливее на личном опыте. А все, что нужно боксеру, это иметь нормального кента, который всегда за тебя заступится в ринге, только сначала не опозорившись. Без мата в шахматы не выиграешь, как и в бою без удара. Только вот в отличие от шахмат, бой можно выиграть за 5 секунд, если противник классно махает ногами. У хороших боксеров всегда есть вариант продолжения карьеры в цирке или больнице. Они и жонглеры, и акробаты, и анестезиологи. Улыбка – это поцелуй души, а удар – это ненависть сердца. А когда противники ненавидят друг друга, то и удары от души. Налоговая не бордель, но поиметь тоже может. А рефери – не боец, но получать иногда тоже приходится. Особенно, когда боец проигрывает противнику и отыгрывается на рефери. А вот и внебрачный сын Нео из Матрицы. Исполнить такое в бою – это высший пилотаж. А вот это вообще хрен знает что. Какой-то мастер тайчи в ринге вроде как должен был драться с мужиком. Судя по всему, с пивнухи. Но все закончилось с тремя толчками в грудыну и бесспорной победой бугая. Все знают, что власть и деньги портят людей, но все хотят убедиться в этом на собственной шкуре. Также все знают, что в ринге можно не только остаться без зубов, но и подохнуть. Но все равно находятся алканинзи, которые, используя стиль бешеного суслика, надеются на победу. Кто пустил на профи ринг этого хмельного оленя – для меня загадка. Берегись росы до того, как промок, а распутать запутанное раньше времени не получится. Есть верняковый способ не проиграть в бою. Нужно сделать что-то неординарное. Например, дать по яйцам, укусить. Или как наш герой в боксерском бою, который он полностью проиграл, сделал болевой на руку. Тогда перед кентами в кабаке можно рассказывать, что я почти победил, но меня дисквалифицировали продажные судьи. Иногда стройные и накачанные пацаны скрываются в толстом и обвисшем теле. У них просто нет мотивации из него выходить. А вот в этом легендарном моменте отморозку скрывать ничего не хотелось. И он просто вырубил победителя после боя. Не считай себя мудрым, иначе возгордишься и проиграешь. Но вести себя достойно нужно всегда. Чего не скажешь про боксера в красно-черных шортах. Мало того, что пацан нанес запрещенный удар, не признал это и не извинился. Так он еще и на всех наехал за то, что захотели возразить. Продолжение следует... Брат за брата, такое за основу взято. Ну а основа кабака, это бутылкой по голове за косой взгляд. Всех денег не заработать, поэтому часть придется украсть. А все бои не выиграть, поэтому победы нужно праздновать так, чтобы все запомнили. Главное при этом не убиться самому. Побитый всегда крепко спит, поэтому бойцы после боя спят как убитые. Но когда ты рефери на боях Майка Тайсона, то тоже спишь хорошо, ведь тебе точно достанется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какие смешные моменты были в боях у вас. Битва с котлетой тоже считается. Благодарю за просмотр и настойчивость их тренировок. Благодарю за просмотр и настойчивость их тренировок.